итак переменные описаны инициализированы мы получили ссылки на необходимые компоненты это лучше делать в методе старт который срабатывает тогда когда мы нажимаем на кнопку play либо когда запускается игра это стандартная функция движка unity они мы сейчас говорить не будем потому что это предмет самых-самых начальных уроков но весь функционал у нас основной будет писаться в методе апдейт это метод который срабатывает каждый кадр игры по сути игра это большой большой мультфильм который еще и управляется игроком и здесь мы в каждом кадре должны производить определенные действия какие действия мы будем производить первым делом нам необходимо реализовать возможность вообще выстрела то есть клика левой кнопочкой мыши в данном случае или каких-то других использования клавиш чтобы они обрабатывались срабатывали и у нас происходил выстрел а потом уже какие-то другие технические детали будем реализовывать и так для того чтобы обработать выстрел точнее управление нажатием на соответствующие кнопки или клавиши мы должны написать следующую инструкцию нам необходимо проверить нажат или какие-то клавиши которые управляют выстрелом для этого нам нужен оператор и в синтаксисе вот такой и в круглых скобках мы должны написать то условие которое должно быть выполнено и для обработки нажатия соответствующих клавиш мы тоже будем использовать методы движка unity о которых можно будет прочитать документации для самых любознательных я позже немного покажу как это делается а сейчас мы пока напишем собственно код пишем с большой буквы слова input . get button down и в круглых скобках я рекомендую сразу ставить открывающую и закрывающую чтобы мы не потеряли скобки далее в кавычках тоже пишем открывающую и закрывающую двойные кавычки и пишем с большой буквы слово fire с цифрой 1 мы потом поясним что это такое я покажу с помощью вот этого вот выражения мы узнаем о том что пользователь нажал на кнопку выстрела и все это делается с помощью метода get button down который находится у нас в классе input вот этот класс input можно найти в документации посмотреть какие есть еще методы сейчас еще раз повторю мы это делать не будем для вот этих всех справочных вещей возможно я запишу последнюю итоговую часть нашего урока и конечно же если у нас это условие выполнится у нас что-то должно произойти что именно начнем с того что наши выстрелы должны происходить в определенное время и это время у нас задаются с помощью переменной next fire это время игрового процесса то есть вот в эту переменную next fire мы сохраняем так называемое игровое время текущее игровое время также мы можем узнать с помощью класса time и поле time в этом классе это текущее игровое время но нам нужно в этом текущем игровое время не находить те моменты когда мы имеем возможность выстрелить то есть нам нужно проверить нажал ли пользователь на клавишу которая отвечает за выстрел на клавиатуре это некая абстракция пока где обозначить где задается эта клавиша мы еще посмотрим и и вот с помощью такого вот оператора и мы записываем что еще кроме этого текущее время игры должно превосходить того времени когда игрок имеет право выстрелить то есть мы пишем больше next fire вот таким вот образом то есть мы проверили нажата ли клавиша выстрела и наступило ли время которое позволяет произвести этот выстрел если это условие выполнено то мы должны изменить переменную next fire на значение которое позволит игроку еще раз выстрелить то есть пока будет идти игровое время она отсчитывается в миллисекундах игрок не сможет еще раз выстрелить то есть вот это вот выражение не выполнится и у него будут определенные запреты скажем так то есть на кнопку того нажимать будет но выстрели производиться не будут итак мы должны написать next fire равно и зададим новое значение новое значение у нас будет от текущего времени игры плюс плюс то значение которое у нас задано в переменной fire рейд то есть через 0,25 секунды игрок может следующий раз выстрелить то есть мы пишем здесь fire рейд и теперь же next fire будет иметь большее значение и когда наступит вот это вот время текущее время игры которая будет превышать позволенное мы опять сможем изменить вот это текущее значение сохраняем далее мы всего лишь сделали сейчас просто отсчет времени выстрела но нам нужно теперь реализовывать какие-то визуальные звуковые эффекты давайте немного разберемся что это такое за great button down и что такое fire 1 откуда он взялся как я уже сказала это некая абстракция то есть клавиши кнопки они где-то должны быть описаны описанные они у нас в редакторе если мы выберем пункт меню edit project settings здесь есть раздел input и здесь есть так называемые оси axis и вот у нас есть ось fire 1 как раз вот эту вот ось мы сейчас и обрабатываем и мы видим что мы можем нажимать на left control mouse 0 это как раз левая кнопка мыши или левый control на клавиатуре если мы хотим программно обрабатывать нажатие на какие-то другие клавиши там выстрела да например пробел то здесь мы должны написать space то есть использование другой какой-то клавиши но и здесь есть еще настройки можно доверять разработчикам больше ничего не менять и и вот у нас тип заданки о mouse button то есть клавиатура или кнопка мыши также у нас если мы делаем для джойстика можно выбрать оси для джойстика но это опять же отдельная тема просто я пояснила откуда вот этот вот fire 1 если вы хотите изменить это имя вы можете это сделать здесь соответственно это имя должно быть в программном коде здесь правильно записано и так мы обрабатываем нажатие на клавиши отслеживаем время сейчас наступило время отслеживать реализовывать точнее визуальные звуковые эффекты то есть когда мы стреляем у нас отрисовывается линия ла нашего лазера и происходит звук выстрела причем это происходит тоже определенное время поэтому для реализации данного момента используются специальные такие функции которые называются карутины мы не будем сейчас даваться в подробности того что это такое мы просто реализуем этот пример с небольшими комментариями и так нам нужно описать следующую функцию смотрите внимательно мы выходим за фигурные скобки метода апдейт и перед закрывающей скобкой добавляем несколько пустых строк и пишем следующие большое ай и номерает вот такое должно быть слово это специальный такой тип для наших карутин дальше мы должны задать имя нашему методу и назовем моего счет эффект смотрите имена функции мы пишем уже с большой буквы в отличие от переменных далее когда объявляется любая функция у нас круглых скобках обязательно должны быть параметры либо нет на круглые скобки обязательно и далее тело функции в фигурных скобках это синтаксис и шарп я детали сейчас пояснять не буду но привыкайте к таком такой записи сразу ставим все необходимые скобки чтобы ничего не потерять и так как мы уже сказали нам нужно отрисовать линию нашего лазера и воспроизвести звук но давайте сначала воспроизведем звук у нас для этого есть переменная ган аудио у которой есть ссылка на наш аудиосорс так и пишем ган аудио и нам нужно этот звук воспроизвести для этого используется метод play и обязательно круглые скобки . запятой все теперь когда наш игрок начнет стрелять у нас будет воспроизводиться звук далее нам нужно отрисовать лазер и собственно как будет рисоваться эта линия мы будем это делать в другом месте а сейчас нам нужно эту линию отобразить на определенное время эта линия у нас будет задана с помощью компонента line renderer и ссылка на нее у нас в переменной лазер line поэтому мы берем переменную лазер line и для того чтобы отобразить мы пишем enabled равно true длина этой линии какие-то другие параметры будет у нас задаваться в другом месте здесь мы в этом методе в карутине всего лишь делаем так чтобы наша линия лазера отображалась все это должно происходить определенное время и вот почему мы используем к рутину потому что это специальная функция которая работает определенное время и для того чтобы она прекратила работу используется специальная инструкция следующего вида пишем yield пробел return и здесь мы должны указать сколько должно пройти времени с момента запуска данной функции и когда она должна завершить свою работу то есть ретон это завершение работы функции наше время задано в переменной shot duration поэтому здесь мы пишем shot duration и ставим точку с запятой но у меня здесь все подчеркивается красным где-то я ошиблась конечно я написала yield неправильно я пропустила одну букву вот сейчас все верно и после того как пройдет вот это вот время это у нас семь сотых секунды будет отображаться лазер нам нужно лазер спрятать то есть написать лазер line enable it false присваиваем значение false все после того как прошло это время наш лазер отображаться не будет теперь нам необходимо этот метод вызвать а вызываем мы его вот здесь когда нажали на клавишу и для этого используется тоже специальная функция старт рутин и в круглых скобках мы должны указать какой метод мы должны вызвать вот этот вот метод shot эффект ну и для того чтобы не ошибиться мы можем просто взять и скопировать полностью вот это вот часть заголовка нашей функции и вставить обращаем внимание на то чтобы были круглые скобки раз-два да и здесь тоже раз-два и в конце . запятой вот здесь мы вызываем эту функцию принципе мы можем уже начинать проверять давайте попробуем протестировать закрываем это окно немножко подтормаживает unity нормально компилируется код правом нижнем углу увидим процесс после того как он завершился там все уже нормально и запускаем нажимаем левую кнопочку мыши и что у нас получается у нас там какая-то странная розоватое какое-то пятно воспроизводится звук в общем как бы у нас левая кнопка мыши срабатывает час нажму на левый control тоже срабатывает все работает но лазер отрисовывается как-то странно потому что мы еще пока ничего не сделали а за отрисовку лазера как я уже сказала отвечает у нас line renderer вот этот компонент и он у нас должен быть изначально состоянии false вот смотрите еще раз когда мы запустили сразу там отображается какая-то странное пятно чем она как-то переезжает почему потому что мы поворачиваемся вместе с поворотами перемещается она нам надо чтобы его сначала не было поэтому мы берем и по объекта ган убираем здесь вот эту вот галочку line renderer вот теперь у нас никаких пятен нету но когда я нажимаю fire она появляется отрисовка этого лазера это следующая часть написания скрипта до встречи в следующей части нашего урока а